Функция – это ключевая часть RAST кода. Самой важной функцией является функция main – это точка входа в программу. Ключевым словом fn обозначается начало объявления функции. В RAST используется так называемый змеиный стиль написания функций и переменных, в котором все слова пишутся в нижнем регистре и разделяются нижним подчеркиванием. Обозначение функции состоит из группы скобок после имени функции. В фигурных скобках заключено тело функции. Мы можем вызвать функцию по ее имени. Обратите внимание, что мы можем объявить функцию как после, так и до ее вызова. В терминале мы видим, что код выполняется последовательно. Сначала выполняется печать текста, а потом вызывается функция, которая также выводит на печать текст. При объявлении функции могут быть определены входные параметры, которые посылаются в функцию. Они называются аргументами. Обратите внимание на описание параметра x при объявлении функции anotherFunction, его тип i32. Когда аргумент функции 5 передается на вход, это значение используется в ее теле. При объявлении нескольких входных параметров они разделяются запятыми. Важной особенностью Rust является то, что язык разделяет понятия операторы и выражения. Операторы – это инструкции, которые выполняют действия, но не возвращают значение, а выражения возвращают значение. Создадим переменную и присвоим ей значение. LetY равно 6 – это оператор. Исходя из вышесказанного, оператор не может быть присвоен переменной. Мы получим ошибку. Это важное отличие от других языков программирования. В нашем примере 6 – это выражение, которое возвращает конкретное значение. Вызов функции, макроса, блок кода – это все выражения. В этом примере блок кода, присваиваемый переменной y – это выражение, которое возвращает 4. Обратите внимание, что выражение не заканчивается символом точки с запятой. Если вы добавите его к выражению, оно превратится в оператора. Функции могут возвращать значение. Определение возвращаемых значений следует после двух символов в виде стрелки. Возвращаемым значением функции является последнее выражение. Обратите внимание на тело функции 5. Она имеет определение типа возвращаемого значения i32. Внутри только выражение 5. Этого достаточно для корректной работы функции. Возвращаемое значение функции присваивается переменной при ее инициализации. В этом примере при выводе переменной x в терминал мы увидим значение 6. Давайте проверим, какое значение будет присвоено переменной, если в конце выражения будет символ точки с запятой. Будет ошибка при компиляции с доходчивым описанием, как эту ошибку можно исправить. Необходимо убрать символ точки с запятой, чтобы исправить ошибку. На этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Тед. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok